Пятый канал представляет Ничего ты не добьешься Добьюсь! А ты еще очень пожалеешь, что не захотела по-хорошему Доброе утро Я пойду Зачем так рано? Сегодня же выходной Вот именно С ребенком надо быть Проверю, как он сделал твое задание Максим у тебя очень способный Это репетитор у него способный Ладно, давай вставай, выпьем кофе и я пойду Ты же еще придешь вечером? Яш Милый Ну не дави, а Я тебе ничего не обещала Хорошо Люблю тебя Что это у Яши дверь открыта? Яков Яша Господи Юрьич, ну а чего у тебя? Фиксируй, Тимур Смерть наступила сегодня утром Между десятью и двенадцатью часами А причиной смерти? Утушение И вероятной веревкой Видишь Я вот только следов борьбы не наблюдаю Получается, убитый даже не сопротивлялся Галина Петровна А когда вы видели Якова последний раз? Я не помню Может, вчера Но сегодня точно нет В выходной же я с утра к подруге поехала Так, а в комнате что-то пропало? Ну я так сразу не скажу Я ж не часто к нему заходила Ой, а компьютер его где? Угу Убийство с целью ограбления И еще раз вертолет Опа! Здрасте Здрасте Опа! Мама! А ты куда утром делать-то? А? 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 Зато мы сами позавтракали Сами собрались Молодцы! А я теперь к 8 утра буду ходить в школу эзотерических практик Здесь недалеко открылось Было первое занятие Каких практик? Эзотерических А зачем? Прокачают чакры А ты знаешь, что оказывается человек состоит из нескольких тел И за каждое отвечает отдельная чакра Угу А что такое чакра? Сынок, ты в школу дуй давай И не забивай себе голову лишним Давай С мамой попрощайся Пока, мам Пока! Ты зачем сыну мне и себе голову от всякой дурью забиваешь? А это никакая не дурь Я тебе сейчас скину Смотри Угу Так, наш убитый Молочников Яков Андреевич, 90-го года рождения Вот он Чем занимался? Репетитор по математике Но самое интересное, знаете что? Он страдал биполярным расстройством Даже на учете состоял в психонепрологическом диспансере Ничего себе Интересно, кто его к детям подпустил? А к детям его подпустила Ковальская Лидия Павловна Она работает продавцом в магазине цветов И вот наш убитый занимался с ее 10-летним сыном Максимом Других учеников за последний месяц у него не было А чем у нас занят майор Шапошников? Чакры Павелич чакры чистит Да, как говорится, чакру в башке не утаишь Тоже в диспансер собрался? Нет, телефончик изучаю Жена скинула информацию Пошла в школу духовных практик Вот теперь ознакомлюсь Что меня дома ожидает? А что вас дома ожидают? Чакры вас и ожидают Это ваша карма, Павел Ильич Да, кстати, моя теща в свое время тоже чакрами занималась Такое чудило Будет тебе карма По первое число Что еще известно об убитом? Мало что известно, Андрей Борисович Он жил замкнуто Но вот как раз с Лидией Ковальской Они посещали центр духовных практик Гьял Да, и там тоже вот всякая йога И тут практики Кузьмин, может мы что-то упустили в жизни? Думаю, да Вот что я выяснил Одновременно с Яковым в доме были ограблены еще три квартиры Хозяева уезжали на выходные Что по записям с камер? Камер нет Но есть записи видеодомофона С утра никто из посторонних не заходил Но квартиры вскрывали отмычкой А Яков, похоже, открыл сам Получается, грабили тех, кого не было дома А Якова убрали как случайного свидетеля? Соседка сказала, что несколько дней назад Приходили проверять электросчетчики А кто проверял счетчики? Это я выяснил Сотрудница электрической компании Гнесина Валентина Сергеевна Наводчица? Наводчица Электросчетчица Еще раз вам говорю Я сотрудница электрической компании Скамейки – это не моя компетенция Но вы им все-таки там скажите Да кому я скажу? Скамейки пусть вернут Кому я скажу, господи? Валентина Сергеевна Здравствуйте Здравствуйте Майор Шапошников Это я вам звонил Я поняла Не, ну что за люди, а? Мне бы успеют все счетчики проверить А они со своими скамейками Вот я по поводу счетчиков Вы когда счетчики проверяли В квартирах 21, 24, 30 и 31 Вы ничего подозрительного не заметили? Ну, нет А что я должна была заметить? Ну, может быть, кто-то рядышком с вами проходил Тоже в квартиру заглядывал Не было такого? Нет А, погодите В 21-е жильцы говорят убили хозяина Так вот Верно говорят В 21-е у него была женщина в гостях Женщина? Угу А вот посмотрите внимательно фотографию Случаем не это? Ну, да, похоже Похоже? Да Больше я никого не видела А сами вы вчера между 10 и 12 утра Чем заняты были? В кино ходила С подругой Ну, выходной же А вам дать ее телефон? Нет, спасибо Пока не надо У вас из близких родственников только племянник? Да, Степан Степан А при чем здесь он? Официантом работает Да А сегодня вы можно застать? Сегодня какой у нас? День понедельника Да После трех Чутненько Так-то Лида, так вы хорошо знали Якова Молочникова? Он был репетитором моего сына Угу И все? Не поняла вопросы Мы выяснили, что вы бывали у него в гостях И вместе посещали занятия в группе Гьял Ну, почему сразу в гостях? Да, заходила пару раз, чтобы забрать пособие сына А про Гьял, да, я ему рассказала Он заинтересовался, начал ходить Лида, где вы вчера были с десяти до двенадцати утра? Дома была С сыном А когда Якова последний раз видели? Сейчас соображу Он приходил к нам по понедельникам и четвергам Значит, четверг Ну, давайте еще раз Значит, Чарушин, Сергей Дмитриевич И Коровин, Олег Эдуардович Можно просто Алик Так, на сайте у вас написано Группа Гьял Духовные практики и спортивная йога Все так Занятия в зале и онлайн Провожу я, Алик ассистирует А помещение вы арендуете? Да, это же спорткомплекс Тут все арендуют А Молочников здесь занимался? Да, и в зале, и по сети Очень жалко его, хороший был парень Да, привела его Лидия Ковальская Да, Лида большая энтузиастка Почувствовал, что буддистские медитации Для укрепления духа Самое то для Якова Да, он Он очень воодушевился Просто на глазах становился другим человеком А чем воодушевился? Если вы не знакомы с узами духовных практик Сложно объяснить Человеку открылся путь Ага О как Понимать надо Так где вы были? Вчера с десяти до двенадцати утра Мы проводили вебинар У нас на сайте есть расписание Посмотрите, запишите Третий глаз, конечно, сразу открыть не обещаем Но, может быть, что-то найдете Для себя Да, это что? Мне, что ли? Да, мне тетка уже звонила Зачем вам, где я был на выходные? В доме, где Валентина Сергеевна проверяла счетчики Произошло четыре ограбления и убийства Ага, понятно Тетка-наводчица рассказала мне, где поживиться можно В Пушгорах я был на выходных На экскурсию ездил Я, жена, двое детей Свидетели, полный автобус Вы же понимаете, что это легко проверить? Проверяйте Хорошо, Степан Может быть, у вашей тетки есть какие-нибудь знакомые Которые нуждаются Которым таким оригинальным способом она решила помочь? Не знаю я никаких ее знакомых И вообще, вы меня в тетки на дела не путаете? Как она же сама говорит Чужая душа, потемки Итак, что мы имеем? Ну, алиби Валентины я проверил Подружка действительно заехала за ней в десять И они дружно отправились в кино У Степана тоже алиби В турфирме подтвердили, что они всей семьей Провели выходные в Пушгорах Да, Алик с Чарушиным проводили вебинар с десяти до двенадцати Так что они тоже не могли ни убить, ни ограбить Якова Чем мы прицепились к его-то знакомым? Может быть, забрались посторонние? Так ты чего? Яков же сам дверь открыл Значит, пришли знакомые Хотя, мог выйти и на шум Да какая разница, знакомые, посторонние Как они вообще с утра в доме оказались Если камера и видеодомофона Их не записали Логично Ну, кстати, у Лидии нет алиби Я подписался на ее сына И Максим вчера опубликовал, что дрых до двенадцати Мол и все такое Так что он не мог знать, была его мама дома или нет Ей очень понравился вопрос об их отношениях с Яковом Я думаю, что они общались гораздо ближе, чем Лидия Нам хочется это представить Да! Капитан Бобнов? Это Чарушин Лиду убили Убит репетитор по математике Яков Молочников Квартира его ограблена Одновременно неизвестные ограбили еще три квартиры в этом же доме В пособничестве грабителям оперативники подозревают Валентину Сотрудницу электрической компании Мать ученика Якова, Лида, отрицает свою связь с репетитором Лида убита А как вы оказались у ее дома? Ей подруга из Гималаев танку привезла Чего? Буддийская картина Мы с Лидой договорились, что когда она домой обедать пойдет, я приду заберу эту танку Ну и на подходе к ее дому набрал ее и услышал звонок ее мобильного Ну и наткнулся Юрьич, ну а что у тебя? У убитой горло перерезано Так я вижу, что перерезано Чем? Ну, вероятно, ножом В котором часу? Около часа назад Так может, все-таки ограбление? Да нет, все ценные вещи на месте Да это муж ее, я уверен Лида жаловалась, говорил, он угрожал Ну и он знал, что на обеды домой ходит Так, а какой мотив мог быть у мужа убить ее? Она не давала ему с ребенком встречаться А это мотив Так, сейчас пойдем в отделение, возьмем отпечатки ваших пальцев Бывший муж Лиды, Храбров Михаил Александрович Работает охранником в магазине оргтехники «Тролль» Оргтехника «Тролль» Такое название Ну и названец Давно не в разводе Год Он хотел видеться с сыном Значит, он сына любил И вот пошел в обеденный перерыв и зарезал бывшую жену Чтобы оставить ребенка сиротой И что, нормально? Дела житейские? Нет, ну надо исследовать логику преступника Для этого надо понять, как они жили Вот это специалист Да, Юрич? Ага Понял На теле Лиды биологических следов и отпечатков Чарушина не обнаружено Андрей Борисович, а у меня тут как раз кусочек со вчерашнего Чарушинского вебинара Специально для Павла Ильича Четвертая чакра Называется «Анахата» Анахата Отвечает за работу сердца Прорабатывается людьми При выходе за социум Слышь, Кузьмин Какого черта? Это специально для Павла Ильича Я извиняюсь Так, подождите А при выходе за социум? Вот я что-то не понял Андрей Борисович, я думаю, что как только Павел Ильич овладеет всеми чакрами Он нам все подробно расскажет Слышь? Володя Так, все, закончили эти духовные практики Идем, работаем Стой! Стой! А ну, стоять! Стой! Отдавай сюда телефон Вот салага! Прямо с витрины спел Спасибо, мужики Думал, никто не заметит, что ли, а? Ох, не повезло тебе, парень Старший лейтенант Ветров Капитан Красавченко Петровской РОВД Мужики, так вы что, забирать его будете, что ли? Ну, а что делать? Придется Слушайте, у меня у самого такое растет Может быть, это, на первый раз простим Потому что сделает глупость один раз Потом вся жизнь наперекосяк Ну, ладно, на первый раз отпустим Давай, Ток, отпускай его Давай, дуй до горы И чтоб больше я тебя не видел Спасибо, мужики Да нет Спасибо А мы к вам, Михаил Александрович Как это произошло? Михаил Александрович, вы отвечаете на вопрос? Да я целый день из магазина не отлучался У меня три продавца свидетели Да? А нам сказали, что вы ей угрожали Угрожал? Кто такой мог сказать? Буддийский учитель Группа, как это? Убиял, знаете такой? Чарушин Вы знаете, ты человек такой А не все там Того Ну, не мог я Лиду убить Представляете, что бы с Максимкой тогда было Нет, я договориться хотел По-хорошему Я тут только что посмотрел списки группы ГИАЛ Так Все списки Знаешь, кого там нашел? Гнесину Валентину Сергеевну Которая счетчики приходила проверять Она полный курс оплатила Вот сумасшедшая Хотя, группа у них, знаешь, популярная Триста человек И онлайн занимается И в зале Ну, популярный, не популярный Ну, согласись, довольно странное Такое совпадение-то Ну, люди у нас вообще любят Верить во всякую ерунду Ты тренеров-то этих видел, Саныч? Чему они научить могут? Дима звонит Да, Дим А, понял, хорошо Давай Чего? Степан, племянник Валентинович хочет подойти У него какая-то информация есть А, информация-то хорошо Да Вот к племянникам заходила И в магазин заскочила Что этого так сурового? Позвони Да, я занимаюсь в группе ГИАЛ Ну, а что такого? Понимаете ли, Валентина Сергеевна В этой же группе занимались убитые И женщины, которые вы видели у него в гостях Ну, я с ними в зале ни разу не пересекалась Я хожу рано утром С пенсионерами А что вас там так привлекает? Тренеры Очень интересные люди Сергей Чарушин и Алик С ними все по-другому По-другому смотреть начинаешь на все Например? Молоко, например Вот Оказывается, молоко служит для уменьшения чрезмерной ваты и питы А также восполняет отжиз Кого восполняет? Отжиз Обалдеть Это мне жена на работу принесла У тетки в сумке нашла И каким образом нашла? А тетка Валентина Сергеевна сегодня пришла детей наших повидать Они стали фотографии из Пушкинских гор рассматривать Валентина попросила очки из сумки из прихожей принести Так Ну, жена в сумку полезла, а там этот браслет Они все вместе вышли из квартиры Ну что, до свидания Я же вслух сказала Кого не будет на выходных Ну иначе как бы грабители узнали, кого грабить? Ну, и как они узнали? Это же все услышала Ну проверяльщица же Госпожа Конкина, посмотрите, пожалуйста, внимательно Вы узнаете эту вещь? Была ли она среди тех предметов, которые грабители вынесли из вашей квартиры? Да, это мой браслет Убит репетитор Яков Молочников Квартира его ограблена В доме ограблены еще три квартиры В пособничестве грабителям подозревают Валентину Сотрудницу электрической компании Убита мать ученика Якова Лида Лида, Яков и Валентина занимались в группе Гьял У тренеров Чарушина и Алика В вещах Валентина находит браслет из ограбленной квартиры Семья! Я дома! Мы здесь! Давай сюда Где здесь? Здесь А вот сейчас вижу Привет, дорогой! Здравствуй, Мариша Привет! А это у нас кто? Богиня Лакшми Кто? Богиня Лакшми Ну чем ты занимаешься-то, а? В самом деле Я-то хоть чем-то занимаюсь А ты? Когда ты хотел с ребенком куда-нибудь в последний раз? Я хочу на футбол! Вот! Пап, пойдешь со мной? Наши играют с Ростовом! С Ростовом? Да! Ё-моё! Завтра допоздна на работе Так отпросись с работы Ну если с Ростовом, отпрошусь, конечно Придумаю что-нибудь Здравствуйте! Валентина Сергеевна! Капитан Бубнов Старший лейтенант Ветров Вы по делу об убийстве? Ну а почему так сурово? Мы с майором Шапошниковым уже как добрые друзья беседовали Не сомневаюсь, но Но вы задержаны За что? У вас обнаружен браслет, который пропал из ограбленной квартиры Это я туда как Пойдемте Пойдемте У меня не было никакого браслета Садитесь, прошу вас Аккуратней Пап Ау А мы точно на футбол пойдем? Игорек, иди сюда Послушай, я Дружище Ну конечно пойдем Ты главное картинки маминой Тебе из головы выбрать, хорошо? Да они мне тоже не нравятся Вот и правильно Беги Семья я ушел Грабители Расплатились с вами за наводку Вот этим браслетом, так? Нет, я никогда не видела этого браслета Жена Степана нашла его в вашей сумке Где вы были вчера? Восемь утра я пошла в ГИАЛ на занятия Вот, потом я проверяла счетчики Ну в том самом доме У тех, кого раньше не застало И там во дворе мы встречались с майором Шапошниковым Так, а потом? Потом Я ходила к племянникам А затем домой через магазин И мы снова встречались с майором Шапошниковым Посудите сами Если бы со мной расплатились браслетом Разве я стала бы его с собой в сумке носить? Ну, а если бы утром расплатились Почему бы и нет? Не было такого Разберемся А пока вы задержаны, Валентина Сергеевна Привет Все, как договаривались Я забронировала столик в вьетнамском ресторане На 8 часов Пойдем, а то я уже вся промокла Олежка, я не смогу Что случилось? Сын на футбол убил Ты что, шутишь, Шапошник? Олень, ты не в первый раз слышишь, что у меня есть сын? Я не впервые слышу, что ты обменяешь наш вечер Ребенок захотел Я обязан Я тоже хочу Или я так взяла десятая Ладно, хорошего футбола Подними Андрей Борисович, ну почему именно Валентина? Она могла просто по глупости Зболтнуть Степану, что дом будет полупустой А, а Степан уже навел кого-то из своих знакомых А потом принес нам браслет, чтобы подставить свою тетку Такая логика? А, либо О, соседка Галина могла быть наводчицей И подкинула Валентине браслет По кота проверяла счетчики Согласен, тоже вариант Думаешь, что вы все влюбились в эту Валентину? Не, ну а что, симпатичная женщина Не то, что некоторая А ты почему опаздываешь? Отчует мое сердце, что майор Шапошников Получил где-то от ворот-поворот Карма Чего? А, да говорю, карма, Андрей Борисович, карма Вернемся к делу Ведь и сам Яков мог навести грабителей А, Дим, кстати, и Лидия могла После чего ее могли убить, как свидетеля Логично? Лиду убивают грабителей, они же подбрасывают Валентине браслет А что гадать-то? Пойду и спрошу Я к Валентине Петер Андреевич А? Свободен? Ага Дежурка почему пустая? Валентина Сергеевна, здрасте Извините, это наша гимнастика Ой, надо же и в камере в форме быть Ну да Присаживайтесь Значит так, вы говорите, что в браслете к вам кто-то подросил Да Давайте попробуем установить, кто и как это мог сделать Ну, для начала Вспомните, вчера, когда вы проверяли счетчики Вы не видели Галину Петровну? А кто это? А вот помните, когда вы выходили из квартиры Якова? С Яковом, с его гостей Женщина, это и есть Галина Петровна Спросила Якова, не собирается ли он быть дома на выходных? Помню И ее, а нет, вчера не видела Не видели? Хорошо, она вот тогда, может быть, кто-то в зале? В зале? Да Мы вдоль стеночки сумки оставляем, так, чтобы на виду Не знаю, я бы заметила Да и потом кому там подбрасывать-то? Значит, остается Степан? Степан Повторяю, я хочу сделать явку с повинной Да что натворили-то? Об этом я буду говорить с оперативниками лично Ладно, это касается расследования убийства моей бывшей жены Лидии Ковальской Это, кого набрать из убойного отдела? Капитана Красавченко Да Сегодня с утра пришел я в эту группу Геял Я долго терпел Ясно было, что Лида из-за них от меня ушла Я там, видите ли, пути там какого-то не вижу Третий глаз открывать не хочу А что, пробовали? Да дурь все это Ладно Ну, не хотела она со мной жить Понятно Но зачем им-то говорить, что я ее убил? Тоже мне буддисты Сволочи Значит, вы сегодня пришли к ним И? Зачем в полицию всякую чушь несешь? Зачем сказал, что я Лиду убил? Я лишь высказал свою точку зрения Точку зрения? Точку зрения! Точку зрения! Алик! У тебя что? Тоже точка зрения есть? Алик! Что делать? Алик! 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 Ты что делал? Он не дышит! Алик! Алик! Что было потом, не знаю Я ушел Вот пришел к вам с повинной Чарушину лицо разбил А Алик у этого, похоже Нанес Тяжкие телесные И что, прям так сильно его приложили? Да в том-то и дело, что нет Ерунда, видать Это их спортивная йога Хилые они Я слушаю Здравствуйте Будьте любезны Олега Эдуардовича Кто его спрашивает? Капитан Красавченко Петровской РУВД А я с кем имеючусь говорить? А я жена Олега Эдуардовича Он в больнице Без сознания У него позвоночник сломан Убит репетитор Яков Молочников Квартира его ограблена В доме ограблены еще три квартиры Убита мать ученика Якова Лида Причастности к ограблению и убийствам Подозревают Валентину Сотрудницу электрической компании И бывшего мужа Лиды Храброва Покалечен Алик Тренер группы ГЕЛ Я что-то не понял А зачем Храбров-то приходил? Испугался, что человека покалечил Но решил таскать Предопределить события А если это он Лиду убил? Тогда было бы логично Изображать праведный гнев И себя честно устроить Из больницы прислали бумагу С показаниями Алика В карете скорой помощи Он пришел в себя И вот что сказал дословно Упал со скалодрома Йок-альпинист Да нубредил А с кого там скалодром-то? Да бывшему ж Лиды ворвался Устроил драку Алика покалечил Вы хоть представляете, что такое перелом позвоночника? Все, человек инвалид Представляем Ух ты А это же, простите, как ее богиня-то Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ле-б Лакшми Вот точно, она что ли? Да У нас есть специальный курс Хо-хо. А вот и скалодром. Что? Да скалодром, говорю. Олег сказал, что получил травму на скалодроме. Да бредил. Скалодром это наши соседи тоже арендуют. У нас другая философия. Нам нет за чем. Ну-ну. Знаю я эту философию. А где она у нас? А вот она. Богиня Лакшми. Будь она неладна. Висела в зале у Чарушина. Да, сильно тебя, Паша. Йога-то зацепила. Да не в жизнь, Борисыч. Где я, где йога. Меня другое зацепило. Посмотри. Веревочки, которым картина привязана. Точнее ее рама. Не простые, а альпинистские. А как ты это определил? В походы ходил. Да вот Антоха подтвердил. Ну и какие версии? Ну получается, Алик занимался скалолазанием. Все правильно. Он упал со скалодрома, сломал позвоночник, в состоянии шока дошел до зала. Да не, ну это нереально. Это реально я узнавал. Храбров его толкнул, и Алик тогда потерял сознание. Так, ну ребята занимались скалолазанием. Это понятно. Но почему так секретно? А что, если они занимались скалолазанием специально для того, чтобы залезать в квартиры и грабить их? Вот. Кузя, вот это версия. Если они забирались по стене, то на ней должны были остаться следы. Так, Володя, подними-ка все нераскрытые дела. Квартирные кражи через окна или балконы. Ну, а Антоша сам себе задачу поставил. Так, все, ребятки, работаем. Так, стоп. Тимурка, ты мне отвечай, что у тебя на крыше-то? Да нету тут никаких следов. Антоха! Э! Антон, ближе к окну подойди. Вот так и рассыпаются красивые версии. И каркай. Не на крыльях же прилетели в самом деле. Есть что-нибудь? Есть! Есть! Что? Свежие следы от обуви. Ну вот. Молодец! Э, старайся. Спускайся. И ты спускайся. Команда Ветрова повела в счете 1-0. Окей, иду. Итак, во-первых, по поводу вебинара, который якобы проводили Алекс Чарушиным во время убийства Якова и ограбления квартир. Вот, меня все время мучил вопрос. Как они могли быть одновременно в двух разных местах? Правильный вопрос, Дима, потому что они и не были в двух местах. Вебинар давался в записи, они просто подделали тайм-код. Так, я что-то не понял. Ну, вебинар-то, он же был интерактивным. Ну, шел в прямом эфире. Понимаешь, Тимур, ты правильно понимаешь, но знаешь, как это бывает? Ну, типа, ты смотришь вебинар, да, ты видишь, как другие зрители задают ведущим вопросы, ведущие отвечают. А когда ты сам пытаешься набрать какой-то вопрос, и у тебя не получается, ну, ты думаешь, там, что-то с моим компьютером, или интернет лажает, ну, понимаешь? Так, все, хватит, разумничались тут. Короче, как я понял, у Чарушины Алика алиби нет. Правильно. Ну, а что со схожими ограблениями? Схожих ограблений нераскрытых пять. И только по одному на Коршунову 12 мне удалось получить записи с камер наблюдения черного хода. Пожалуйста. Так, а почему их трое-то? Кто третий? В смысле, кто третий? А ты что, двух друзей знаешь? Ясно же, это Чарушин и Алик. Да. Ничего не ясно. Нет, ну, вроде телосложение, походка. Уверены? Или вот как обычно, как мы любим, выдаем нежелаемое за желаемое? Вы с ума сошли? Какие ограбления? Ну, раз никакие, что ж ты нервничаешь-то, а? Буддизм к чему призывает? А то ж. К спокойствию. Так что, руки. Вот эти предметы обнаружены при обыске вашей квартиры. Следы вот этой вашей спортивной обуви обнаружены на фасаде дома Якова. А на ноже следы крови Лидии Ковальской. Кстати, а что ножик-то не выкинули? Альпинистский нож хороший. Дорогой. Вот поразительно, да? Как людей губит жадность. Рассказывайте дальше. У нас был третий дружок. Володя Полтавцев. Это он придумал. Рассушив скаладром под боком, подзаниматься и лазать в окна. В принципе, не так и сложно. Ну и где сейчас этот ваш Володя? В Азию уехал. И нам потребовалась замена. Поскольку вся технология была рассчитана на троих. Один раз Лида с нами сходила. Лида? Тоже грабила? Ну ей не понравилось. Сказала, лазать страшно. И привела Якова. Яков был влюблен в нее. Она думала, что он будет выполнять все по ее указке. Но просчиталась. Это в смысле просчиталась? Яков отлично занимался. Лазать научился лучше нас. Но когда Лида сказала ему, что пришло время поработать, у него обострение случилось. Он же больной был. Биполярное расстройство. Он и не скрывал. А как у него конкретно это проявлялось? В полицию пошел. Лида поймала его буквально по дороге. Ужом извивалась. Говорила, что пошутила. Что проверяла его так. Так за что вы убили Якова? Лида убила. Стало понятно, что с ним еще будут проблемы. Ты же сказал, он тебе поверил. Да я не знаю. Он же больной. Ку-ку. Может он вообще сделал вид, что поверил, чтобы со мной переспать. Ну и что? От тебя что убудет? Алик. Я не могу его постоянно умасливать, чтобы он в полицию не ходил. Однажды скажу, извини, дорогой, не сошлись характерами. А он взбракнет и опять пойдет. Так, я руки пачкать не буду. Мы не мокрушники. Лидочка, а может ты сама в страстных объятиях? Он даже ничего не почувствовал. А дальше глупость сделали. Лида рассказала, что в соседних квартирах хозяев не будет. Ну, Алик, как услышал, сразу загорелся. Давайте обнесем. Я вот честно против был. Как чувствовал, что погорим. А как вы вообще не боялись, что вас увидят, а? А что? Мы промышленные альпинисты. Фасад чистим. Лихо. Все? Молодец. Да не трогай меня. Я не железная. Зачем только я согласилась? Согласилась? По-моему, ты же это и придумала. Так, ладно, ладно. Ты веревку с ней сними и выбрось. Зачем это? У нас ограбление. Ты забыла? Собирайся, уходим. А дверь? Без ключей она не запирается? Черт, с ней просто прикроешь. А на следующий день Алик подбросил цацки в сумку Валентины. А Лизу за что убили? С ней тоже могли быть проблемы. Я не могу. Я спать не буду. Помоги мне. Ну, дай какую-нибудь методику, духовную практику. Какая практика? Это все пункта. Люди приходят, потому что до сих их волос дожили, а так ничего в жизни не поняли. А так? Не хочешь помочь? Тебе же хуже будет. Я понял, что если Лиза не следила, ее заподозрят. Сдаст и меня, и Алика. И нависит на нас убийство. ПОДПИСЫВАЮТ ПОДПИСЫВАЮТ Капитан Бобнов, это Чарушин. Лиду убили. Я думал, что знаю людей, а тут просчитался. Да каких людей? Кого ты знал? Доверчивым людям на уши лапшу вешал. Да что с ним разговаривать-то с этим? Подпечатных слов нет. Комбойный! Не, видишь, Паш, чакры на самом деле не такая уж и пустая вещь. Во-во! Если бы не чакры, Павел Ильич, вы бы вот эти вот узлы-то и не заметили бы. Так, тихо. Про чакры не надо мне, да? Узлы были не главная улика, а на картинку я вовсе случайно посмотрел. Не-е-е, случайностей не бывает. Во Вселенной все взаимосвязано. Так потрясающе, а можешь еще раз повторить? Взаимосвязано. Прости, ты где почерпнул такую сентенцию? В группе гьял. Все, приехали. О, там еще, знаете, сколько много чего интересного. А, я извиняюсь, а что такое сентенция? Сентенция. А, ну, сентенция. Ну, то же самое, что апофегма. Че, умные самые, что ли, да? Я погнал... Ты че, обиделся, что ли, Антон? Кто? А я вам говорил. Ну, сентенция, апофегма. Научное извечение, Антон. Я с тобой согласен, чакры до добра не доведу. Мы ж тебя не за это любим, Антон. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»